Приветствую, друзья! Путин проиграет войну. Он уже ее проигрывает и обязательно проиграет. Нельзя выиграть несправедливую войну. Войну против и украинского, и русского народа. Против всего мира и против здравого смысла. Путин пока этого не понял или не хочет понимать, поэтому он постоянно повышает ставки в своей игре, надеясь, что все остальные отступят. Именно в рамках логики по повышению ставок в стране была объявлена мобилизация. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Путинский план состоит в том, чтобы бросить как можно больше живой силы на фронт и попросту завалить украинцев телами мобилизованных. А одновременно энергетическим и ядерным шантажом вынудить Запад ослабить поддержку Украины. Но Путину не удалось испугать Украину или Запад. Там уже почти все поняли, что он по своей бандитской привычке воспринимает любую уступку как слабость, как сигнал, что он может дальше дожимать. С высокой степенью вероятности Запад не просто продолжит поставки оружия для Украины, но и нарастит эти поставки в ответ на мобилизацию. А это значит, что десятки и сотни тысяч мобилизуемых граждан России никогда не вернутся с фронта или вернутся инвалидами и калеками. Российские командиры не волнуют российские жизни. Им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. Вся ситуация с так называемой частичной мобилизацией наполнена ложью. Я уже подробно говорил о том, насколько лживы путинские объяснения мотивов войны и мобилизации. Тут, кстати, уместно напомнить, что Путин уже говорил о призыве резервистов. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Ведь я не ослышался, а это тот же самый Владимир Владимирович на голубом глазу обещает не призывать военнослужащих запаса или нет. А через полгода мобилизацию объявляют. Указ о частичной мобилизации подписан. Это один и тот же Путин или разные двойники? Потому что если один и тот же, то это какое-то противоречие или, прямо говоря, вранье, которое в народе описывают даже более грубым словом. Мобилизацию называют частичной. Это действительно те, кто а. отслужил, б. имеет военноучетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, бы иметь боевый опыт. Но это тоже вранье. Мобилизует всех, кто попадает под руку. А если вообще вопиющие случаи мобилизовали 59-летнего, плохо слышащего и незрячего на один глаз хирурга с раком кожи. Прислали повестку 59-летнему, никогда не служившему мастеру завода в Краснодаре. Мой муж, Тарапун Виктор Николаевич, 59 лет, был призван 22 сентября 2022 года по мобилизации. В рамках частичной мобилизации военнослужащие запаса в звании подполковника вроде бы могут быть призваны до 55 лет или до 63. Ишемическая болезнь и диабет? А ничего страшного, годен, добро пожаловать на фронт. Медкомиссию никакой не приходил, военно-врачебной комиссии не было. Но врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. Призывают многодетных отцов, никогда не служивших, даже мертвых. Кому-то, как отцу пятерых детей из Бурятии или не служившему айтишнику из Москвы, после огласки удается избежать призыва. Вы скажете, ошибки? Но количество якобы ошибок явно говорит, что нет. Ребята, это не ошибки, это попытка выполнить спущенные сверху планы, которые выполнить за счет резервистов в первой очереди, ну попросту нельзя. Шойгу говорил про мобилизацию 300 тысяч резервистов. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Но, судя по количеству повесток, даже среди знакомых, планируемое число мобилизованных будет сильно больше. Кстати, в подписанном Путиным указе о мобилизации есть один засекреченный пункт. И он как раз говорит о количестве мобилизуемых. Если в этом пункте сказано о 300 тысячах, то нет смысла его скрывать. Ведь Шойгу уже об этом заявил. Скрывать есть смысл, если в действительности призвать собираются гораздо больше граждан. И если в этом пункте вообще нет цифры, а дается право призывать столько, сколько потребуется. А сколько потребуется? Цифра новой газеты в миллион призывников намного больше похожа на реальность. Миллион человек – это уже почти каждый резервист первой очереди. А если учесть, что кто-то откосит, кто-то болеет, кто-то уехал, у кого-то бронь, а кто-то решит лучше в тюрьму на пару лет, чем стать убийцей и коллегой, то становится понятно, призыв всех, кто попадется, не ошибка, он неизбежность. Но, может быть, на фронте не ждет ничего страшного? Ведь потери, по словам Шойгу, армии небольшие. Только вот странно получается. Перед началом вторжения группировка насчитывала 200 тысяч человек. Потери, если верить Шойгу, 6 тысяч человек. Тогда зачем пополнение то ли в 300 тысяч, то ли вообще в миллион? Министерство обороны что-то недоговаривает? Конечно, недоговаривает. Потери явно выше, причем выше на порядок. И лучше всего это знают в регионах, которые уже активно вовлечены в боевые действия. Вот Кадыров, который обещал, что порвет не только армию Украины, но и вообще весь блок НАТО. Вдруг заявил, что Чечня план по мобилизации выполнила, и мобилизации в республике не будет. В Бурятии, в регионе с очень высокими военными потерями, женщины пытаются протестовать, устраивая хороводы вокруг полиции. В Дагестане, республике с самым высоким количеством погибших на фронте, люди очень жестко объясняют свою позицию работникам военкомата. Бой, ты воевал за мою родину! Эй, это Шойг-Шеринь, что он в мою родину воевал! Это да, воевали! Это была война! А сейчас нет! Это политика же! Тавустилимский призывник расстрелял сотрудника военкомата, чтобы не попасть в армию. Людям не хочется умирать за Путина, за его амбиции, за его маразм, его мессианство. А кроме смерти, для призывников эта война не предполагает вообще ничего. Путинская мобилизация имеет только один смысл – затянуть боевые действия на время уничтожения тысяч мобилизованных россиян. Российская власть прекрасно понимает, что отправлять своих граждан на смерть в других вариантах не предусмотрено. Никакого влияния на ситуацию на фронте мобилизация не окажет. Ну вот, допустим, Минобороны успешно призовет хотя бы даже только 300 тысяч человек. А чем их вооружить? Как обеспечить необходимым? Это не глупые на самом деле вопросы. У российской армии и так чудовищные проблемы с логистикой. Не хватает оружия, боеприпасов, еды. На тепловизоры собирают всем миром. Вместо теплых стелек бойцам на зиму сбрасываются на женские прокладки. А вот это танкистам выдают в качестве автоматов. Ой, ***, я говорю, ты ***, у меня вообще там развалился. Мобилизованных не ждут, не размещают. Они просто брошены на произвол судьбы. Сейчас я вам покажу, как нас встретили во Владивостоке. Вот сидим, ждем машину. Какую машину, не знаю. КПП закрыто. Но самое главное, у Министерства обороны нет ресурсов, чтобы обучить новобранцев пользоваться оружием и воевать. Российская армия не приспособлена под мобилизацию. Впрочем, и справедливо в современной войне количество необученного контингента, мяса, играет крайне малую роль. Эти люди важны себе, своим близким, российской экономике, наконец. А для современного вооружения они лишь смазка. Тем не менее, для массового призыва нужны кадрированные части. А их расформировали еще в Сердюковскую реформу. Никто не ждет мобилизованных, никто не готов их учить и слаживать. Для них нет оружия и обмундирование. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет, кровь останавливается. Булевое ранение прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. В такой ситуации призывники просто не имеют шансов выжить на фронте. Пора понять. Путин не собирает армию. Он собирает пушечное мясо, чья смерть даст ему немного времени для спасения лица и шкуры. Многие это понимают. Многокилометровые очереди на немногих действующих пунктах перехода границы, излетевшие цены на авиабилеты подтверждают это. Даже многие вчерашние ядерные патриоты как-то примерили ситуацию на себя и решили, что одно дело призывать умирать других, а вот самим-то это делать не хочется. Есть, впрочем, категория людей, которые точно знают, что это война, которая не заденет ни их, ни их детей лично. Это путинские чиновники. Это те люди, которые постоянно рассказывают с экранов телевизора о справедливости и необходимости войны, но дети которых почему-то не горят желанием лично принять участие в боях, а вместо этого рассказывают, что порешают вопросы на другом уровне. Вы знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Я, кстати, далек от мстительного желания отправить сына Дмитрия Пескова умирать на украинский фронт. Люди должны жить, а не умирать неизвестно за что. Но тогда и чужих детей не надо туда отправлять. А то у одних детей не возникает желания повоевать, потому что они образование получают, а другим, несмотря на желание получать образование, повестки приходят. Путинский режим часто сравнивают со сталинским. Во многом эти сравнения справедливы. Репрессии, хотя и разного, конечно, уровня. Политические убийства, личная диктатура, стремление к тотальному контролю за обществом. Но есть и яркие отличия. У Сталина оба сына воевали. Старший погиб в плену. Микоян, Хрущев, дети воевали. И гибли. Но тогда было за что. Они защищали свой дом. Сталинский режим был отвратительным и людоедским, как и путинский, но, возможно, чуть менее лицемерным. Вы можете представить детей путинской элиты на фронте? Нет. Они сами воевать не хотят. Война это для народа. Путинские чиновники не хотят рисковать жизнью, здоровьем себя и своих детей. Только чужими. Лицемерная власть рассказывает про священную войну по защите соотечественников. Но сама-то она превосходно понимает, что они никого не защищают, кроме амбиций и неисменяемости вождя. Что тех самых соотечественников гонят на фронт точно так же, как мобилизованных россиян, и они гибнут тысячами и десятками тысяч. Их просто никто не считает. А путинская рать в окопы рвется только в твиттере. Мобилизация приведет к гибели десятков, а может быть и сотен тысяч российских призывников. Уже сейчас, глядя на очереди на погрузку военные самолеты, понимаешь, что эти люди, скорее всего, уже не вернутся домой. Как не вернутся домой и украинские парни, которых мобилизованные едут убивать. Путинская мобилизация – это геноцид и русского, и украинского народа. У нее нет военной цели. Она не может решить никаких задач. Путин просто не хочет признавать, что, напав на Украину, совершил самую большую глупость в своей жизни. Он пытается тянуть время и повышать ставки ценой жизни тысячи и тысячи россиян и украинцев. Частичная мобилизация – это ложь. На фронт отправят всех, кого смогут отправить. Это вообще не про защиту страны. Призываемых не превращают в солдат. Их превращают в пушечное мясо. Мобилизация – это лицемерие. Путинская элита не верит в те идеи, ради которых отправляет вас и ваших сыновей умирать. Путину плевать, сколько десятков, сотен тысяч или миллионов россиян умрут, чтобы он не потерял лицо. Он подписал указ о мобилизации и уехал отдыхать на Валдай. В 19 веке самовлюбленный и некомпетентный диктатор Парагвая устроил войну против всех окружающих его страну государств. Результатом войны стала гибель 90% мужского населения Парагвая. Путин ведет Россию тем же путем. Если вы не хотите такого будущего для страны, для себя лично, делайте все, чтобы не стать путинским пушечным мясом. Есть возможность? Бегите из страны. Нет? Не принимайте и не получайте повестки. Игнорируйте военкоматы. Не живите по месту прописки. Не поддавайтесь на шантаж и обещания уголовной ответственности. В конце концов, два года тюрьмы, и это в худшем случае, не слишком большая плата за то, чтобы не стать калекой и убийцей. Поверьте мне, я провел в тюрьме больше 10 лет, и тогда ставкой была честь. Бегите из призывных пунктов, бегите по дороге на Украину. А если уж оказались на фронте, сдавайтесь. Помните, как метко сказал Шевчук, родина – это не жопа президента. Патриотизм заключается не в том, чтобы умереть или стать безногим калекой ради путинских мессианских идей и денег его дружков. Патриотизм в том, чтобы сохранить себя, свою семью, соседнюю страну и ее народ. Сохранить Россию, наконец. Будьте патриотами. Не участвуйте в войне. Счастливо вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...